Берегите природу! Мать вашу! Этот лозунг – проверенный способ привлечь внимание публики к своей персоне за счет чужого остроумия. Между тем, в этой фразе, помимо игривой двусмысленности, кроется странный парадокс. Этот призыв подразумевает, что природа – нечто отдельное от человека. Но до тех пор, пока мы проводим такую жесткую грань между собой и всем живым вокруг, нам сложно будет что-то сберечь. Мало того, мы рискуем потерять и свою собственную человеческую природу. Мы здороваемся рукопожатием. А что делают эскимосы? Принято считать, что они трутся носами, а на самом деле они нюхают друг друга. Жилет. Old Spice. Chipper. Gintonic. Даже после многих лет городской жизни представители коренных сибирских народов умеют получать через запахи массу информации, которая недоступна обычному человеку. Казалось бы, выхлопные газы в огромных объемах, поступающие в организм городского жителя, должны напрочь отбить всякое чутье. Но, видимо, привычка все же важнее, нежели внешние обстоятельства. Всюду жизнь. Так можно выразить суть мировоззрения, доставшегося коренным сибирским народам в наследство от предков. Татьяна Жеребина знает об этом не понаслышке. Уже 40 лет она изучает сибирский и северный шаманизм. Собрала уникальную коллекцию для Петербургского музея религии. Преподает в Институте народов Севера. Для урбанистического ханта, майнси, чукчи, коряков покормить огонь – обязательная традиция утренней. При печке, при газе, при электроплите – все равно. Надо покормить огонь. Это обязательно, иначе духи тебя не будут любить, будут наслать мне всякие несчастья. Буряты, тувинцы и некоторые другие народы свято чтут обряд брызгания. Они никогда не забывают, что они не одиноки. Прежде чем выпить самому, поделись с ближайшим духом. По словам Татьяны Жеребиной, выходцы из коренных сибирских народов признаются в своих необычных переживаниях. Человек вдруг может почувствовать себя в шкуре какого-нибудь животного. Возникает впечатление внутреннего перевоплощения. Например, можно ощутить тревогу лисы от того, что обзор ограничен пятачком земли перед носом. В представлении многих северных народов граница между людьми и животными очень условная. Лисица – тоже человек. И нерпа – человек. И кит, и косатка, и ворон. Это не галлюцинации и не праздные фантазии. Это сновидческие состояния, конечно, определенные образы, ну или состояние задумчивости, сновидений, когда человек ощущает себя в природе той, в которой воспитывались его предки далекие. Предки большинства музыкантов из группы «Птицы Телабурдо» не были удмуртами. Только у двух девушек в жилах течет кровь этого финно-угорского народа. Но это не мешает им исполнять крежи – удмуртские песни. Наверное, сама земля подсказала им эту идею. Ведь живут они в городе Жевске, столице Удмуртии. Удмурты, вот словом «телабурдо» называют любую птицу. Это вот, ну, по идее, если перевести наш название, получается «птица-птица». Если разложить слово «телабурдо» на части, то выяснится, что «тыл» переводится как «огонь», а «бурдо» – «крыло». Получается «огненное крыло». Девушки представляют эту птицу как ближайшую родню Феникса или Гаруды. Ученые-мужи сомневаются в справедливости такой трактовки. Зато удмуртские бабушки с музыкантами в этом вопросе солидарны. И исполнение их тоже устраивает, несмотря на то, что аранжировка вполне современная. Девушки вообще не используют ни одного удмуртского инструмента. Я просто уверена, что если бы у бабушек были такие барабаны в свое время, так они, конечно, бы на них играли. Ну вот мы поем иногда на фестивалях, где бабушке присутствуют, им нравится, они говорят «хорошо», так, как надо. Хотя мы не знаем удмуртского языка, мы специально занимались тем, чтобы наладить произношение. Тем не менее, вот бабушки довольны. Задолго до увлечения удмуртскими песнями девушки перепробовали множество современных музыкальных стилей. Крижи бывают самые разные – гостевые, рекрутские, рукодельные, свадебные. Но одна тема повторяется постоянно – это тема рождения звука. Она не могла оставить равнодушными настоящих музыкантов. И в крижах-то тоже постоянно, скажем так, скажем так, скажем так, «Ох, так сказала бы, так ведь, ох, сыноварь». Крижи обладают магическим воздействием, потому что изначально они были созданы как музыкальные обереги. Удмурты – один из немногих европейских народов, которому удалось сохранить язычество вплоть до наших дней. До сих пор многие удмурты, в том числе и городские жители, носят по два имени – обычная паспортная и секретная языческая. Гандыр – медведь, ющ – лебедь, келон – волк и толмаз – кувшинка. Советские агитаторы под лозунгом «борьба с культурной отсталостью» врубали луды – священные рощи удмуртов. Пытались высмеивать местных шаманов. Например, в таких фильмах, как «Соперницы», снятом в 20-х годах и любезно предоставленном нам Фондом сохранения и развития культурного наследия Удмуртии. Воинствующие атеисты считали, что достаточно ввести всеобщее среднее образование, и вера в шаманов среди удмуртов исчезнет сама собой. Но выяснилось, что знаний не хватило именно пламенным агитаторам – знаний о том, что же такое шаманизм на самом деле. Люди не просто так верят в этих шаманов. Они верят в их силу потому, что это сбывается. Если им обращается человек какой-либо, например, найти какую-то пропавшую вещь, шаман узнает, он ее находит. Ну, ну, шаман. Если он лечивает болезнь, ну, шаман. Татьяна Жеребина побывала и на Чукотке, и в Туфе, и на Амуре, и в Якутии, и везде сталкивалась с одним и тем же. Шаман, как и любой другой специалист, должен постоянно подтверждать свою квалификацию. Одно из моих мнений о том, что такое шаманизм – это культ интеллекта. Потому что нет более просвещенных людей. Это самые умные люди, это самые просвещенные, это самые знающие. Чтобы быть великим шаманом, надо знать все о своем народе, об окружающем мире. Насколько это возможно, конечно. Прежде чем посвятить человеков шаманы, старшие коллеги устраивают для него экзамен на знание родной мифологии, биологии, медицины, психологии. Не говоря уже о том, что они должны знать пристрастия каждого духа и божества, которых надо было не просто запомнить по именам с чужих слов. С ними следовало познакомиться лично. Шаманы видят своих духов, и только после этого они могут говорить. Они к ним являются, называют себя по имени, как они внешне выглядят, как они ходят по своим путям, дорогам. Любая деталь шаманского одеяния тоже не случайна. Здесь каждый элемент имеет свое символическое значение. Поначалу удивляешься, как-то такие интеллигентные, по словам Татьяны Жеребиной, люди, могли подумать, будто в орнамент, бубен или кованую железку можно было переселить какого-то духа или ублажить его, смазав жиром деревянные губы. Если им хочется очень с каким-то духом побеседовать лично, значит, то надо, как я в одном месте выразилась, приконопатить. То есть обязательно сделать ему образ, тряпицу какую-то дать или какую-то куколку шить. Опытные шаманы прекрасно понимали, что все эти изображения – просто условность. Она принята для того, чтобы наладить связь с невидимыми существами. Примерно так же мы поступаем, когда желаем поговорить с удаленным собеседником. Комбинация цифр в телефонном номере никак не отражает качество абонента. Но набирать ее нужно точно, иначе попадешь совсем в другое место. Если шаманкам лает на показ, на сцене, перед камерой или за деньги, не надо думать, будто мириады невидимых духов роятся вокруг. Скорее всего, это имитация. Достаточно чуть-чуть изменить орнамент на одежде, поменять цвета, вырубить скульптуру из другого материала. И ничего, кроме замечательного концертного номера, не произойдет. Чтобы стать свидетелем настоящего действа, надо сначала заслужить доверие. При этом религию менять совсем не обязательно. Шаманы будут веротерпимы. Никакого желания камлать, например, или какого-то желания попасть в экстатическое состояние с помощью мухоморного напитка у меня никогда не возникало. Зачем? Хотя внук мой интересуется этим, и даже что-то пил. И травки собирал, грибочки какие-то там неведомые в лесах. И они все это испытывали, и пили напитки Кастанеды распространенные. Другая бабушка схватилась бы за голову от таких увлечений внука. А Татьяна Владимировна отнеслась к этому как к научному эксперименту. Хотя книги Карлоса и Кастанеды просто кишат предупреждениями о смертельных опасностях на этом пути безопытного проводника, такие любители все еще находятся. Между тем в Сибири шаманам по доброй воле, как правило, никто не становится. Иренки, например, выбирают на эту должность по особым знаком одного из своих соплеменников. А на Алтае, Забайкалье и на Амуре человека вынуждает к этому так называемая шаманская болезнь. Я беседовала с шаманами практически всех, окончившие десятилетку, техникум, институты. Обычные, нормальные люди, они говорят, что мы не могли отделаться от голосов. Нас звали. Нас звали, нам было очень плохо. Как только человек получает посвящение в шаманы, все симптомы тут же таинственным образом исчезают. Эта болезнь настигает только коренных жителей Сибири и никогда не поражает их русских соседей. Как будто какая-то программа встроена в самосознание сибирских народов и время от времени обновляет себя сама. У индоевропейцев, видимо, этого чипа нет. Но чужая культура все равно привлекает. Может быть, как раз в силу своей непохожести на нашу родную и привычную. Кроме традиционных бубнов, шаманы во время камланий использовали также варганы. Считалось, что их звуки привлекали невидимых духов. И что же теперь? Запретить себе играть на этом инструменте? Или, может быть, шаманы использовали какие-нибудь особые варганы? Или играли на них специальным образом? А может быть, духи действительно прилетают, но не дают себе знать. Мы же у них ничего не просим и не обижаем их. Если помните, крежи, которые поют девушки из группы «Птицы Телабурдо», тоже считаются магическими музыкальными оберегами. Выходит, что исполнение этих песен – это серьезное ответственное дело. В таком случае ответственность всегда. Каждую минуту и у всех. Понимаете? Если так подходить, можно сама сойти. Понятно. Конечно, ответственность есть, но я на ней… То есть я стараюсь просто… Вот лично я думаю, мы все, да, все могут даже тут сказать за девчонок. То, что мы говорим там, мы пытаемся сделать это с таким положительными мыслями. Если так рассуждать, то Татьяна Жеребина рисковала еще больше, когда доставала череп из шаманского покребения или собирала ритуальные предметы сибирских народов. Ну, много вот такого типа случаев. И мне говорили, ну, там, дочка заболела, когда я взяла коллекцию шаманскую, еще что-то такое. Ну, и многие говорили, что все это месть шаманов. Кто-то там хотел украсть что-то, его задавила машина. Кто-то еще что-то такое, чуть не попал в машину после таких коллекционных сборов. Татьяна Владимировна и сама дважды чуть было не погибла во время экспедиции. Даже профессиональная привычка к скепсису не позволяет ей отрицать, что все это было не случайно. Когда я разговаривала с будологами, с шаманологами такого, ну, мистического склада, так скажем, люди, говорят, ну, вам повезло, потому что это все, потому что были чистые мысли, потому что вы из чистого сердца делали, то есть шамана вам сели, там, немножечко и пугали, но все-таки вот не наказывали так сильно. Похоже, чистота помыслов защищает человека не хуже, чем вмешательство любого самого могущественного духа. Но как соблюсти мыслительную гигиену, если ум невозможный не увидеть, не пощупать, не проверить каким-либо другим образом? Как бы то ни было, время от времени нужно назначать свидание самому себе. Где это будет происходить? В священной роще, в храме или в кабинете психоаналитика? Каждый должен решать сам, согласно своим вкусам и потребностям. Субтитры создавал DimaTorzok